Какие только блины не готовят на Масленицу, а у меня зеленые блины, весенние, вкусные, тоненькие-тоненькие. Можно подавать их с чем угодно. А вы не забудьте подписаться, чтобы видеть все наши новые рецепты. И давайте приготовим. Для теста разбиваем в глубокую миску яйца, сахар, соль. И немного добавляем молока. Размешиваем венчиком. Теперь поочередно мы будем добавлять просеянную муку и еще немного молока. Мука вымешиваем венчиком. И оставшуюся муку. Вот смотрим, не единого комочка. Замечательно. Чтобы получился такой яркий зеленый цвет, конечно, шпинат лучше использовать свежий. Он у нас уже промыт. Мы отделяем вот эти плотные черешки, убираем и используем только листья. Добавляем пару ложечек растительного масла и пробиваем до однородности. Вот, посмотрите, у нас получилось шпинатное пюре. Теперь добавляем к нему прямо кипяток. 150, как в аптеке. Перемешиваем. И сразу же, сразу же заливаем в тесто, чтобы тесто у нас было немного заварным. И вымешиваем до однородной массы. Даем тесту 5 минут отдохнуть и можно жарить. Смазываем топленым маслом. Зелененькое у меня к лицу. Тонкие, эластичные. Их можно подать стопкой в стол. И отдельно сметану, рыбу, красную икру, авокадо. Что хотите, что у вас нашлось в холодильнике. Их даже просто со сметаной очень вкусно. А можно приготовить рулетики. С той же рыбой, с огурчиком свежим, зеленым, луком, огурцом. В общем, все в ваших руках. И все зависит от вашего желания и фантазии. Я из этих блинчиков обязательно приготовлю еще следующий рецепт. Поэтому подписывайтесь, чтобы его не пропустить. И до новых встреч. Ваша Лена.